всем привет ребят с вами как всегда ваш канал дневник системного администратора и сегодня вам покажу как сделать резервное копирование и восстановление windows 10 с помощью командной строки конечно что нам для этого потребуется давайте запустим нашу виртуальную машину и на ней мы это все дело сделаем и так запускаем виртуальную машину давайте переключимся на английский зайдем заходим на виртуальную машину и что нам нужно первую очередь нам нужно запустить конечно же командную строку от имени администратора здесь вписываем командная строка запускаем ее от имени администратора запустили далее нам нужно получается запустить утилиту которая называется диск пар нажимаем enter запустили теперь нам нужно вывести перечень всех дисков которые у нас имеются в системе указываем лист волюм нажимаем кнопочку enter мы видим да что у нас есть диск c где хранится получается наша windows это том 2 и получается том 3 это у нас диск е естественно выходим отсюда пишем exit нажимаем кнопочку enter вышли из утилиты диск пар и нам нужно вставить вот такое вот значение здесь получается в этом значении мы здесь убираем эти скобочки и здесь будет диск куда мы будем копировать это будет диск е указываем делаем двоеточие далее нам нужно указать что мы будем копировать мы будем копировать диск c и указываем естественно тоже двоеточие после данных манипуляций нажимаем кнопочку enter как видим получение сведений идет о томе ждем некоторое время как видим вы хотите взять операцию архивации нажимаем кнопочку есть нажимаем кнопочку enter теперь ждем некоторое время как видим начинается архивация на диск е создание теневой копии тому подлежащих архивации как видим пошла у нас архивация выполнен выполняется диск c скопирована 2 14 процентов показывает ждем пока дойдет до 100 процентов как видим ребят архивация тома у нас успешно завершена и видим все у нас все нормально и у нас создался получается биткап нашей windows для этого нажимаем тупачку exit и выходим давайте перейдем на 10 е и как видим диск е у нас заят вот у нас получается есть бэкапчик нашу систему как видим да вот есть бэкапчик и так ребят ну бы как мы сделали систему давайте возьмем удалим например вот эту папочку да удалим давайте вот это и посмотрим восстановится ли у нас это все дело после данных манипуляций я выключаю естественно виртуальную машину закрываем и нам нужно получается несколько раз данную машину некорректно запустить то есть включить и выключить включить и выключить и мы запустим восстановление системы вы можете это сделать конечно же с помощью диска запустить установку системы там будет восстановить систему внизу я вам примерно покажу здесь линшот также вы можете с диска там или с флешки это делать все сделать но я буду делать это на виртуальной машине с помощью такого метода итак давайте выберем и смотрите я включаю виртуальную машину и выключаю нажимаю выключить нажимаю включить и выключить нажимаю тем самым я некорректно выключаю получается нашу систему и включаю третий раз сейчас должна запуститься самодиагностика системы и тем самым получается мы сможем зайти восстановление системы не получилось давайте еще раз выключим три раза надо и нажимаем включить снова ждем смотрим что у нас сейчас получится как видим запускается у нас восстановление да давайте нам нужно что делать дополнительные варианты восстановления идем получается поиск и устранение неисправности берем дополнительные параметры и нам нужна командная строка здесь нам нужно ввести пароль так запустили мы командную строку и в первую очередь делаем то же самое вводим команду которая называется диск пар нажимаем enter запустилась теперь снова нам нужно посмотреть диски потому что они могут поменяться и тем самым будет разные буквы нам нужно знать какие буквы нам нужно будет указывать для этого снова указан лист волюм нажимаем enter как видим да у нас все поменялось том 3 у нас стал буквой д том 2 настал буквой е и так что мы делаем мы пишем следующее значение вот написали вот такое значение делаем двоеточие указываем естественно диск д это у нас получается на третьем томе у нас был диск е там когда мы создавали резервную купить естественно восстановление мы будем делать диска д указываем диск д и делаем снова двоеточие этой командой мы получается сможем посмотреть доступный индификатор версии формате месяц дата и год нажимаем кнопочку enter да я забыл нам нужно получается выйти из диск пар нажимаем кнопочку exit выходим из диск пар и естественно как видим указан вот такого значения нажимаем кнопочку enter как видим вот получается у нас идентификатор версии 07 22 2020 07 получается 34 далее нам нужно сделать следующую команду указать указываем вот такое значение указываем естественно далее версии делаем двоеточие указываем то что мы видели 07 получается слэш 22 слэш 2020 07 24 нажимаем enter как видим да вот теперь нам нужно будет указать вот значение такое снова да указан делаем пробел указываем естественно backup как видим указан вот такое значение естественно указываем диск д и ставим снова двоеточие нажимаем кнопочку enter как видим выбрано восстановление тому естественно подтверждаем то что мы соглашаемся нажимаем кнопочку enter идет восстановление нашей системы ждем пока это все дело восстановится как видим снова идут проценты восстановления как видим ребят восстановление у нас успешно завершено все теперь мы можем выйти от сон нажимаем вписываем команду exit и выходим естественно перезагружаем компьютер и давайте снова зайдем и посмотрим восстановилась ли данная информация на нашем на нашей виртуальной машине итак давайте зайдем как видим ребят все у нас восстановилось все у нас рабу как видим вот в эту папочку мы удаляли вот это мы удаляли и она у нас восстановилась все у нас работает мы восстановили нашу систему и в с резервной копии вот принципе на этом я буду заканчивать свои видео ребят подписывайтесь на канал помогите осуществить мечту идиота набрать хотя бы сто тысяч подписчиков с вас лайки и комментарии пишите свои полезные комменты делитесь видео с друзьями всего вам хорошего не ломайте свои компьютеры удачи вам спасибо 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 спасибо